Ну, теперь современный разговор с руководителем Каспийского Центра пространственного анализа, политолог Ильгар Мелизаде. Добрый день, Ильгар, рад тебя приветствовать. Здравствуйте всем, взаимно, взаимно. Ильгар, у нас, значит, повестка сегодня широкая. Ну, можно начать с заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна вчерашнего, когда он, значит, обвинил Россию в том, что она виновата, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и, как говорится, восстановил конституционный порядок на всей своей территории, в том числе и в Карабахском экономическом регионе. Мы, и ты тоже читал, наверное, многочисленные реакции российской стороны, будь то Госдума или же представители других государственных структур. И помощник президента Азербайджана Китмед Гаджа тоже отреагировал и сказал, что такие подобные заявления армянской стороны говорят о том, что они не отказываются от своей треваншистки стремлений как бы развязать новую войну, чтобы продолжить свою политику агрессии и оккупации чужих территорий. Дело в том, что за этот короткий промежуток времени по этой очень важной или актуальной теме успели высказаться очень многие политики. Конечно, помощник президента Азербайджана Китмед Гаджаев высказался по этой теме, высказались также российские политики, представители российского МИД и так далее. То есть представители сообщества экспертного часто и до сих пор высказываются по этому поводу. Ну что, какой смысл, честно говоря, в том, чтобы вот эти все высказывания повторять? С одной стороны, какой смысл вот этого высказывания самого, будем так говорить, этого самого Григоряна, зачем он это сказал? По-разному можно к этому относиться, но говоря о сути его заявления, оно сводится к тому, что ситуация в Карабахе после 2020 года стала такой, что этот регион контролировался российскими, ну, находился под временным контролем российских миротворцев, а поскольку в результате антитеррористических мероприятий локального характера он перешел под контроль Азербайджана, то они все ответственно сваливают как бы на Россию. К примеру, вот это сквозит его заявление, но абсурдность заключается в том, что длительное время, на протяжении 30 лет, де-факто Армения оккупировала эти территории, мы все прекрасно знаем, как это она делала, огромный арсенал вооружений скапливала на оккупированных территориях, фактически била себя в грудь, что вот есть такая линия Аганян, на которую Азербайджан ни в коем случае не сможет пересечь, ни в коем случае не сможет, значит, дооккупировать свои территории. После того, как мы видим, что Азербайджан де-факто и де-юре вернул контроль над своими территориями полностью, вот Армения сейчас пытается свалить на каких-то других странах, на других участников свой провал, и они вот таким образом, ну, до этого были, конечно, Турция, мы помним, на Пакистан, на какие-то террористы, часть которых съедена была кабанами в долине Араза, но сейчас к этому списку большому прибавляется еще Россия, но это поскольку у Армении с Россией отношения ухудшились, кстати говоря, вот в этом списке где-то в промежутке находится также и Белоруссия, потому что и в Белоруссии тоже у Армении отношения ухудшились, то есть список расширяется стран, из-за которых Армения проиграла, но это все понятно, что они пытаются, значит, ну, как сказать, ответственность за оккупацию этой территории, за последствия спихнуть на других, вот и все, то есть смысл высказываний в этом заключается. Вчера было заявление о сообщении, что Азербайджан посетит помощник гостя Гитаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайан, который будет встречаться с руководством Азербайджана, и вот там было такое, О'Брайан отметил перед, значит, поездкой в Азербайджан, когда говорилось о сути по точке переговоров, что экспорт из стран Центральной Азии на мировые рынки сейчас идут только через Китай и Россию, и для обходного пути им нужно сотрудничать с Азербайджаном. Один путь проходит через Грузию к Черному морю, но другой, потенциально более крупный, проходил бы через Азербайджан, Армению и Турцию, и из этих соображений нам необходимо мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Это заявление дежурное как бы для внутренних целей, или все-таки мы помним, как еще в ноябре прошлого года он выступал с критикой Владис Азербайджана в 907-ую поправку применения. Тогда возобновили, точнее говорили, что потом применяли, значит, санкции в отношении азербайджанских чиновников. А сегодня мы видим, что опять Вашингтон поднимает вопрос о необходимости реализации загизорского коридора. Расим, им нужен мирный договор. Вашингтону, Соединенным Штатам Америки нужен мирный договор, причем нужен мирный договор чем раньше, тем лучше, потому что у них на носу выборы. Им нужно рапортовать администрации, что есть такой кейс, положительный, позитивный кейс, где американская администрация имеет конкретные результаты. Практически провальная политика на Ближнем Востоке, ничего хорошего нет на украинском направлении, там российская сторона наступает, плохо, хорошо наступает. По основным всем международным трекам у нынешней администрации одни сплошные провалы, одни сплошные провалы. Никакого позитива на Дальнем Востоке в отношениях с Китаем. И вот единственное, на чем они хотят сейчас более-менее отыграться, там на Ближнем Востоке Натаньяху им не дал возможность это сделать, провалил их мирный план по Ближнему Востоку. А здесь единственная возможность отыграться, показать, что в том числе при посредничестве Соединенных Штатов Америки произошли серьезные сдвиги. Вот заключается в том, что стороны подписали мирный договор. Что касается, кстати говоря, посмотри, Луис Обон приезжал в регион очень недавно, совершенно недавно. Недавно состоялся телефонный разговор между Блинкином и президентом Азербайджана. Не прошло там нескольких дней, как анонсировался визит АО «Брайан». В чем дело? Что они так торопятся? Как раз вот это об этом. Подписывайте договор. Значит, нам нужен этот самый договор, но в том числе нужны определенные преференции, связанные с новой геополитической ситуацией. Они, кстати говоря, помнишь, они уже выступали достаточно критично относительно Зангизурского коридора, когда мы предлагали Армении, сейчас предлагаем свой вариант решения этого вопроса. Соединенные Штаты упорствовали, говорили о том, что мы не согласны с азербайджанским вариантом. Фактически так оно и получалось. И президент нашей страны об этом говорил в открытом своем публичном выступлении. И одновременно потом заявляли, извини, я вот тебе про ноябрьский сказал заявление у Брайана, что они против того, чтобы подобный маршрут проходил через территорию Ирана. Да, они против маршрута, который через Ирана проходит, но если он будет проходить через Армению, они против азербайджанского варианта, азербайджанского варианта предложения были. Вот в чем вопрос. Мы говорили о том, что другой альтернативы нет. то есть это беспрепятственное должно быть сообщение, сквозное сообщение, но вот американцы зарезервировали свое особое мнение, более того, в прошлом году американские таможенники вдруг появились на границе с Арменией и с Ираном, что делали американские таможенники на границе с Арменией и с Ираном, это вопрос, конечно, они какие-то инструкции проходили, проводили, но это понятно было, что с конкретными целями это делается, с целью усиления контроля над пограничным участком, с целью осуществления, ну, они проводили обмен мнения по опытам, по вопросам осуществления контроля на границе, таможенного контроля и так далее, именно на этом участке. Вот чем занимались они. И мы говорили о том, что вообще-то это наше с Арменией отношение, вам тут, нам вообще советы со стороны здесь меньше всего нужны. Ну, в общем, теперь какая ситуация складывается, почему Брайн делает такие заявления, почему их не совсем устраивает коридор через Грузию, знаешь, зачем, потому что это мидл коридор, это коридор, который рассчитан на переправку грузов из Китая в Европу, там китайцы еще порт Анакли строят в Грузии, а это уже, вот этот порт тоже будет интегрирован в систему транскаспийского транспортного маршрута, поэтому Соединенные Штаты не очень от этого в восторге, и они хотят здесь реализовать какой-то альтернативный путь вот этому самого срединному коридору, который связывает Китай с Европой, это не их проект, они его не лоббируют, и они хотят, чтобы как бы вот этот наверное мирный перекресток, который предлагает Пашинян в новую региональную ситуацию имплементировать, так, чтобы вот этот Зангизурский коридор был частью другого проекта, не мидл коридора, не какого-то другого, север-юга, допустим, часть север-юга, а был бы частью вот этого коридора из Центральной Азии в Европу и страны НАТО, почему, потому что сегодня у партнеров, союзников Соединенных Штатов и у самих Соединенных Штатов большая потребность в редкоземельных металлах из Центральной Азии, из Казахстана, из Узбекистана, из других государств, и они хотят эти самые редкоземельные металлы, а также энергетические ресурсы этого региона транспортировать по не мидл коридору, не по китайскому пути, а по другому который им видится, как этот Зангизурский коридор. Опять же, это видение Соединенных Штатов Америки, но это же еще региональные страны, в частности Азербайджан, Турция, у нас по отношению к Зангизурскому коридору свое видение. Мы тоже хотели бы, конечно, открытие, разблокирование этих коммуникаций, открытие этого коридора, но предлагаем реализацию сквозного транспортного сообщения между Азербайджаном и западными регионами Азербайджана и Нахчеванем. Конечно, Армения здесь будет одним из бенефициаров, потому что будет получать определенные пошлины за проводимые через ее территорию товары и, возможно, будущих пассажиров, но без того, что требует армянская сторона, это жесткий контроль на границе, проверка грузов и так далее, и так далее. Здесь, наверное, нужно еще поработать. И кроме этого, кроме этого, Россия, я тоже должен сказать, что посмотри, они что хотят? Они говорят, давайте быстро подписывать этот самый мирный договор. У нас есть предложения к Армении, они не праздные, они заключаются в том, что, хорошо, мы не сможем подписать этот, вернее, мы подпишем этот мирный договор, допустим, а как быть с вашей конституцией, которая фактически может дезавуировать вашу подпись, подпись Армении под этим договором, согласно конституции Армении, нынешней, действующей конституции, этот договор с армянской точки зрения, с точки зрения армянского законодательства может быть нелегитимным. А зачем подписывать договор, который может быть нелегитимным? Поэтому мы предлагаем, пусть меняют конституцию, пусть приведут в соответствии с духом этого самого мирного договора, а потом мы его подпишем. Кстати, по поводу референдума, сейчас последние несколько дней или недель в Армении активизировалось заявление о необходимости проведения референдума по вступлению Еревана в Евросоюз. В этой связи есть такое предположение, что мы видели, как, значит, Пашинян столкнулся с большим давлением, огромным, когда проходил процесс делимитации демаркации, Баград Калстаньян вывел людей на улицу, значит, мы все увидели, что передавали, что он встречался с Арктианом, с Кочеляем, и вот сейчас мы предположим, что если в Армении будут противиться проведению референдумов по внесению правок в декларацию о независимости, то Пашинян может заявить, что вот вы выступаете против референдума по вступлению в Евросоюз. Возможно, такой тонкий политический пункт, можно ли допустить, что туда могут включить и пункты, касающиеся вывода российского войск контингента из Гюлли. Нет, вот давай по порядку Российн. Дело в том, что, во-первых, они не могут менять значит декларацию о независимости, потому что это уже свершившийся документ, уже существующий документ, ее надо просто с конституции, с преамбула удалять полностью, как документ надо удалять. Для этого, наверное, необходим конституционный референдум. Но Пашинян хочет проводить конституционный референдум не только по этому вопросу, в целом менять конституцию. Насколько я знаю, по крайней мере, брос был информационного пространства, что до 26-го года планируется разработать новый проект конституции и его провести. Не знаю, насколько это реально, но, в общем-то, информационный брос говорит о том, что дыма без огня не бывает. Что касается европейской интеграции Армении в Европейский Союз, это абсурд, полная профанация. Европейский Союз никуда Армению не будет интегрировать. Армения должна, как минимум, для того, чтобы интегрироваться в Европейский Союз, выйти из двух организаций, из ОДКБ, а самое главное из Евразийского Экономического Союза. Потому что положение Евразийского Экономического Союза участником, не только участником, председателем, который является Армения, не позволяет ей вступать в Европейский Союз. Так что широко губу раскатывать, наверное, им сейчас неправильно. С другой стороны, здесь такой момент есть. Мирзоян находился в Латвии, где сделал интересное заявление. Он сказал, что Горинь и Мирзоян, а Симонян, Олен Симонян в Латвии сделал заявление о том, что для них на сегодняшний день важным является заключение соглашение с Европейским Союзом об облегчении визового режима. Вот здесь возможно. Но это тоже делается без референдума, так можно сделать. Что касается референдума, вот, скажем так, вообще проведения референдумов, я опять же сказал, это в основном может быть связано с конституцией, с изменениями в конституции, а не с тем, куда хочет или не хочет вступать Армения. И еще здесь один момент насчет, ты сказал, этих баз военных. Дело в том, что военные базы, там референдум проводить вообще логично, потому что это базы, которые действуют на территории Армении согласно заключенным договоренностям между Россией и Арменией. Какой тут референдум? Кто будет проводить референдум относительно заключенных договоренностей? Либо денонсируют одна из сторон, есть процедура выхода из договоренности в одностороннем порядке. Если Армения решит это сделать, она должна уведомить российскую сторону за определенное время загодя и, в общем-то, с указанием причины это сделать. На сегодняшний день, насколько я знаю, этот вопрос тоже не рассматривается. Вообще, Россия, в информационном поле в Армении там разные люди ходят, разные вещи говорят. Иногда такие вещи говорят, что просто думаешь, ну как это вообще не клеится с реальной политикой. Поэтому мне кажется, что нужно все-таки ориентироваться на конкретные действия, конкретные шаги Еревана, но их пока мы не видим. Разговоры разговорами, слова словами, но практических действий нет. Единственное практическое действие это то, что они заморозили свое участие в работе ОДКБ. Ну и практическое действие это то, что в августе должны российские пограничники покинуть аэропорт Звардноутс. Вот это единственное, что мы можем сказать из практических действий армянской стороны. На сегодняшний все остальное это просто разговор, игра слов, я не знаю. Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Байрамов находится в Грузии, где он проводит встречи на высшем уровне. Значит, по итогам встречи со своим коллегой министром иностранных дел Грузии, он заявил, что процесс делимитации продолжается и ожидаются какие-то позитивные шаги в этом направлении. То есть, получается, что как для нас 7 декабря было неожиданное заявление об обмине военнослужащими и о том, что Ереман поддерживает проведение КОП-29 в Баку, как и было весной заявление, когда стороны согласовали возвращение четырех азербайджанских сел азербайджанской стороне. То есть, этот процесс продолжается и что-то какие-то позитивные шаги будут в этом направлении. Это как бы мои предположения, прогнозы, потому что уже два раза было подобное. Сейчас визит главы Азербайджана в Грузию проходит в такой исторический период, когда Грузии приняли закон об иностранном влиянии. Мы видим, как на это реагирует Евросоюз. Значит, заявление, в том числе Борреля о том, что это ставит крест на процессе принятия Тбилиси в Европейский союз. А то, что касается ты про О'Брайен говорим, возможно, это тоже послужило потому, что вот сейчас активизируют они вопрос Загисорского коридора, потому что Грузия как бы свернула с направление интеграции на запад и они считают, что Добилиси идет на восток к России. Ну, что они считают это их проблема? Дело в том, что, посмотри, Россия, на самом деле этот визит, вообще наши контакты с Грузией имеют очень много практических смыслов, значения, большое практическое значение не только в аспекте двухсторонних отношений, но и в аспекте трехсторонних Азербайджана-Грузина-Турецких отношений и в целом с точки зрения реализации важнейших транспортных, коммуникационных и энергетических проектов, где связка, спайка Азербайджана-Турции и Грузии играют исключительно важную роль. И сегодня в условиях геополитической турбулентности, внутриполитической грузинской турбулентности, нам важно, чтобы вот эти все договоренности выполнялись в соответствии с теми обязательствами, которые стороны на себя взяли, а с другой стороны, чтобы все эти договоренности имеют перспективу для развития. Вот зеленый энергетический коридор, сегодня фактически мы полностью завершили реконструкцию железной дороги Бакуа-Беретти-Карс, увеличив пропускную способность этой важной артерии. Ну, в свете состоявшихся и планируемых визитов президента Азербайджана в страны Центральной Азии, лидеров стран Центрально-Азиатских государств в Азербайджан, вот эти договоренности, в том числе по транзиту этих грузов из этих стран в европейском направлении, вот турецко-азербайджан, вернее, грузинско-азербайджанское вот сотрудничество, оно приобретает особый смысл. Поэтому мы видим, что в той или иной степени на Грузию оказывается внешнее влияние, с разных сторон оказывается, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы Грузия, грузинское государство было, значит, как бы, не подвержено влиянию извне, вот такому критическому, которое бы позволило бы или каким-то образом повлияло бы на пересмотр тех проектов, которые сегодня здесь в нашем регионе между нашими странами реализовываются. Вот примерно это основной лейтмотив. Мы поддерживаем президент Азербайджана об этом неоднократно говорил, на различных уровнях это неоднократно говорилось. Мы поддерживаем грузинское государство, значит, грузинское правительство, это открыто говоря, открытых источниках это есть. Тот, кто сомневается, скептически к этому всему относится, может посмотреть, почитать. В общем, мы поддерживаем текущий курс грузинское правительство и вот в какой-то степени этот визит является проявлением вот этой поддержки, этой солидарности. Да и, кроме того, это тоже, наверное, часть той межфалитической действительности срокуса Азербайджана, который проводится, мы видим, что в этом году очень много визитов президента Алиева разные государства, страны и президенты и премьер-министр различных государств стран посещают Азербайджан. Ну, а здесь еще, знаешь, как бы Грузия, наверное, все-таки сейчас наглядно демонстрирует то, что называется политикой, сбалансированной политикой. И, наверное, тоже берет в этом плане пример Сазербайджана. Ну, Грузия, дело в том, что положение, геополитическое положение, географическое положение Грузии таково, что она должна вести, вернее, эти условия подвигают Грузию к проведению более сбалансированной политики. Потому что, посмотри, Грузия является частью срединного коридора, правильно? А срединный коридор это во многом проект «Один пояс, один путь». Это китайский проект «Один пояс, один путь». Конечно, заставить Грузию свернуть с этого коридора с этого проекта неправильно. На нее определенное влияние оказывается, чтобы Грузия не очень реальный интерес демонстрировала. А как может Грузия по-другому поступать, если вот этот «Мидл Коридор», этот проект рассчитан на то, чтобы интегрировать все страны нашей географии, географии Центральной Азии вот в этот большой проект «Один пояс, один путь». Мы говорили об «Анакле». Вот это «Анакле» это следствие того, что Китай заинтересован в активном участии Грузии в этом проекте. Какие-то различные институации, какие-то непонятные люди выходят, говорят о том, что, в общем-то, Грузию кто-то заставил, как-то на нее повлиял. Никто на нее не повлиял. Этот проект длительное время был, просто пылился, никак не могли они найти инвестора. Серьезные инвесторы не демонстрировали интерес к этому проекту. Почему? Потому что для них он был как бы, скажем, опосредованным, что не такой уж важный. А для Китая он оказался очень важным в свете реализации вот этих внутриконтинентальных схем транспортировки грузов и так далее. Поэтому они в него и вложились. Поэтому и Грузия, естественно, должна взаимодействовать с Китаем. Несмотря на то, что там европейские партнеры, американские партнеры несколько другого курса придерживаются. С другой стороны, Грузия находится между Россией, Турцией, нашими странами, Азербайджаном, Арменией. Ну, если, скажем, линия противостояния, глобального противостояния, от которой даже Турция, будучи членом НАТО, открещиваются, хочет, чтобы не быть участником вот этого главального противостояния различных центров силы, вот если Грузия в этот, скажем, в этот сценарий спишется, ничего хорошего, не то, что Грузии, всем нам не будет. Ну, наш президент неоднократно говорил о том, что мы против создания разделительных линий на Южном Кавказе. Зачем нам разделительные линии? Мы только одну закончили войну и максимально постарались сделать так, чтобы внерегиональные участники в этих процессах не были задействованы. Решить этот вопрос постарались своими силами, без привлечения извне каких-то других сил. Поэтому мы не хотели бы, чтобы Грузия превращалась бы в инструмент влияния внешних сил на ситуацию в регионе. Мы не хотели бы, чтобы здесь Грузия была проводником каких-то других проектов различных стран, но чтобы выполняла роль какого-то балансира между различными центрами сил. Поэтому я думаю, что такая роль подходит не только Азербайджану, кстати говоря, конечно, это выбор Грузии, внешнеполитический выбор Грузии, но все страны, центрально-азиатские страны, Турция тоже заинтересована в том, чтобы Грузия не была участником, активным участником геополитических разборов, потому что ценой этих разборов, вот если Грузия будет участвовать в этих разборах, ценой этих разборов могут быть, они поставят под вопрос реализации этих крупных транспортных энергетических проектов в нашей географии. Это абсолютно недопустимо. Это прежде всего для грузин, для грузинского общества очень пагубный вариант развития событий. Я уже не говорю про нас. Инвестиции любят тишину, проекты такие масштабные, любят тишину. Не хотелось бы, чтобы Грузия превращалась в разменную монету игр внешних игроков. В ближайшее время в Азербайджане пройдут парламентские выборы. Это для нас привычное в каждом государстве проходят парламентские, муниципальные и президентские выборы. Этот процесс тоже является частью мировой и внутренней политики. В этой связи я бы хотел сказать о некоторых странах и институтах, которые не ровно дышат и дышат нас. В Иране ожидаются 28 числа воскресенья выборы, точнее завтра уже будут в Иране выборы, 28 до этой пятницы. Там 4 кандидата остались, а мы думаем, что Иран очень воинственно относился к нам еще год назад. Хотелось бы поднять вопрос в связи с тем, что Франция продолжает выступать с такими заявлениями направлены на то, чтобы в регионе не было спокойно, не было мирного договора и поставки оружия этому никак не способствуют. Также мы видели, что одна из платформ, которая после Второй Карабастской войны принимала у себя, так сказать, процесс применения Баку и Еревана Евросоюз. Там в Европарламенте произошли выборы и сейчас там меняются руководители различных структур. В том числе Шан-Мишель уходит уже с поставок возглавляющего. что ты можешь сказать по этим направлениям, в том числе по поводу тех, кого назначат в Евросоюзе, в выставках Евросоюза руководителями различных структур. Насколько мы можем узнать из информационных источников, ключевые лица руководства Европейского Союза в принципе определились. Это Урсула фон дер Лейн, глава Еврокомиссии, это бывший премьер-министр Португалии Кошта на месте Шарля Мишеля и это глава европейской дипломатии, нынешний премьер-министр Эстонии Кая Кали она значит займет место Борреля. Вот примерно такая ситуация. Здесь стороны во-первых те, которые участвовали в этом решении этих принципиальных вопросов для европейской политики, ключевых кадровых вопросов, это прежде всего Европейская Народная Партия, которую кстати говоря представляет Урсула фон дер Ляйн, но и также это же большая коалиция социалисты, то есть Европейская Народная Партия, консерваторы, не ультраконсерваторы, а в целом консерваторы, евроцентристы, целый ряд таких менее крупных партий, которые пришли к консенсусу относительно формирования этой самой большой коалиции. Это было сделано для того, чтобы не допустить ультраправых к процессу формирования руководства Европейского Союза. О чем это говорит? Это говорит о том, что преемственность политической линии Европейского сохранится, то есть то, что мы видели на протяжении последних лет, вот эта линия сохранится, все эти люди, о которых мы говорили, и Ева Кайли, вернее, Ева Кайли, значит, премьер-министр Эстонии, Кайя Кайли и Кайя Калас, и Кошта, бывший премьер-министр Португалии, они все евроцентристы, они все сторонники евроинтеграции, здесь ключевыми еще темами выступает поддержка Украины, все они выступают со сходных позиций, тоже изменений не будет, зеленая повестка в какой-то степени, ну, скажем, может быть подвергнута определенной ревизии, но в целом, наверное, не будет пересматриваться, вот этот зеленый переход продолжит являться основной основным вектором европейской внутренней политики, в общем-то, вот эти приоритеты сохранятся, конечно же, и сохранятся приоритеты в отношениях со странами ближней, дальней географии, с Китаем, вот какой курс был у Европейского Союза, так он продолжится примерно, ну, примерно то же самое можно ожидать относительно нашего региона, но единственное, что я могу сказать, это то, что мне кажется, очень хочется надеяться, что нынешний глава европейской дипломатии, вот новый, значит, Кая Каллас, она будет более прагматично относиться к Азербайджану, нежели Боррель, будет менее подвержено влиянию Франции, но мы знаем, что Макрон оказывал очень серьезное влияние на Борреля, сейчас у Макрона, кстати говоря, там тоже выборы, тоже голова болит, потому что его влияние в Европейском Союзе очень резко упало, и, кстати говоря, очень серьезно возросло влияние премьер-министра Италии и Джорджа Мелони, а вот с Италией у нас все прекрасно, в отличие от Франции, с Италией у нас все прекрасно, был недавно визит министра обороны Италии, очень тоже важный, знаковый, с крупнейшей, одним из крупнейших европейских концернов, производителей оружия, концерном Леонардо у нас хорошее отношение, был подписан контракт на приобретение воздушных судов транспортной авиации, военно-транспортной авиации, кстати говоря, концерн Леонардо, он многопрофильный концерн, и он также в гражданской сфере действует, поэтому есть надежда на привлечение участия вот этого концерна в проекты по восстановлению Карабаха, это не только военный концерн, он занимается также и гражданским строительством, кстати говоря, разрабатывает технологии для умных городов, умных селений и так далее. Так что с Италией у нас все прекрасно, все в порядке, я надеюсь, что в условиях, когда роль и значение Италии в европейской политике, в частности у Мелони, будет возрастать, мы можем надеяться на то, что вот эта агрессивная непонятная политика отдельных политических кругов Европейского Союза по отношению Азербайджана уже сойдет на нет постепенно. Что касается Ирана, там ситуация, завтра выборы, наверное, огласят результаты через несколько дней, но тут понятно, что три основных кандидата, это Галибаф, нынешний спикер парламента Ирана, это Джалили, по-моему, он был, он представитель представителя верховного лидера Ирана в Высшем Совете национальной безопасности, тоже очень близкий к хаминей человек, и Галибаф, и Джалили очень близки к хаминей люди, и они очень также близки с корпусом стражей исламской революции, поэтому основная борьба все-таки за ними, то есть между ними развернется, как кажется, но здесь есть Пизышкиан, он представитель реформаторского блока Масуд Пизышкиан, но его позиции по объективным причинам наверное более слабы, почему, потому что все-таки консерваторы сегодня, а если быть более точным, хаминей определяет внутриполитический курс или расклад сил внутри Ирана в значительной степени, Пизышкиан, конечно, часть голосов на себя возьмет, но мне не кажется, что выборы останутся за ним, но опять же все покажет завтрашний день, так или иначе в Иране мне тоже кажется, что таких серьезных изменений не будет. Вот самый важный, самый ключевой вопрос международной повестки, что будет осенью этого года в Соединенных Штатах Америки, то там победит, а вот от этого очень и очень многое зависит, поэтому сегодня то, что происходит у нас в регионе, в Европейском Союзе, в других регионах, кстати говоря, вот недавно и в Индии же прошли выборы, там тоже Моди сохранил свою позицию, конечно, его в целом, ну, премьерские позиции, но его влияние его партии тоже сократилось. То есть вот это все, это, наверное, фон для того, что будет происходить в Соединенных Штатах Америки вот осенью этого года. Мне кажется, что сегодня вот эта международная перегруппировка сил, одна в какой-то степени определит возможно характер в целом политических процессов на предстоящие годы. Ждем последнего аккорда вот именно там. А наши выборы тоже как бы составляют контекст этого всего большого процесса. Здесь, кстати говоря, выборы с точки зрения конституционных, с точки зрения процессов формального характера, будем так говорить, они, эти выборы, президентские выборы в начале этого года, эти парламентские выборы и в следующем, и в конце этого года эти самые муниципальные выборы заканчивают электоральный цикл, который у нас начался в начале этого года, и чем они характерны, это тем, что формализируют полностью юридическо-правовой плоскости, формализируют включение, вернее, восстановление Азербайджана своего суверенитета над всеми территориями. Вот это основная важность этих выборов. Спасибо тебе большое, Ильдар. Я заканчиваю сегодня такой день, что поздравляю наших турецких и грузинских друзей в связи с тем, что сборные этих стран по футболу успешно преодолели групповой этап чемпионата Европы по футболу. И хотя у грузин сложные соперники, испанцы, которые сегодня просто блистают, но грузины показали очень такой характер и думаю, что и за турец тоже будут болеть по определению. Да, конечно, абсолютно присоединяюсь к твоим словам, нашим дорогим болельщикам из Турции, из Грузии. Желаем нашим вот этим командам успешного выступления в этом самом чемпионате мира. А самое главное, значит, они нам уже подарили немало приятных минут, и за это им большое спасибо. Такая неожиданность. Обычно же, помнишь, смотрим футбол, ну, примерные там фавориты определяются, и вот как бы ждем, что будет дальше. А здесь на самом деле скрометный такой интересный футбол, и спасибо им за это отдельные. Вне зависимости от того, как сложится дальнейшая судьба этих команд, в любом случае будем за них болеть. Грузии уже показали, я уже все видел, что четыре мяча они забили больше, чем Франция, Англия и другие команды, которые очень такой легкий футбол показывают. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с Руковского Каспийского центра пространственного анализа политолога Ильгара Валерий Заденов в моем авторском телеканале «Современный разговор» с Расимом Бабаевым. И, Витар, благодарим тебя еще раз. До новых встреч! Тебе спасибо большое, спасибо нашим зрителям, которые дослушали наш ответ. Надеюсь на следующий интересный разговор. Спасибо, Расим. Всего хорошего! До свидания! Редактор субтитров